коллеги всем привет вы на канале халеба евгения представлюсь я трейдеры финансовый аналитик зовут меня халеба евгений соответственно мой канал посвящен трейдингу и финансовой аналитики это мое еженедельное видео которое я выпускаю по воскресеньям с моим взглядом на рынке то бишь моей аналитикой и свои прогнозом на будущую неделю то есть моими ожиданиями в этом видео мы с вами более подробно разберемся с блоком с оценкой риска аппетита к риску поскольку на мой взгляд нужно внимательно следить за этими метриками мы знаем что на уходящей неделе у нас произошел такое неожиданное и неординарное событие на фондовом рынке сша не буду я углубляться в тему об этом уже изложено там тысячи бит до в сети поэтому нет смысла повторяться также я сделаю более широкий блок с итогами там где я покажу свои сделки и свои ожидания на что я зачем я слежу и на что я буду обращать внимание ну что же давайте на давайте мы начнем начнем мои по традиции с блока по макроэкономике поехали первая картинка это данная по это данная по новым заказам гражданского назначения также по товарно-материальным запасом этого класса товаров и невыполненным заказом обратите внимание что синяя линия да это новая заказа гражданского назначения продолжают расти и мы уже подошли к уровню прошлого к уровню в момент прошлого кризиса да то есть это вот тот уровень которая и от которого пошел резкий спад то есть мы на самом деле поэтому по показателю мы прилично прилично растем при этом товарно-материальные запасы немного сократились это дети данные на декабрь на мой взгляд как-то это все очень странно смотрится почему потому что да дальше я покажу расходы потребительские которые так и не выросли выше текущего прошлого года то что у нас росли запасы товарно-материальное было понятно да то есть получается что промышленность работает впрок она работает в запасы из-за этого и рос ввп но на сегодня вот на декабрь да есть снижение показателя товарно-материальных запасов что как будто бы нам показывает тот факт что оживляется спрос ну возможно это связано больше с рождественскими праздниками да тогда может быть это локальный такой даже я бы сказал бы не локальный а сезонный фактор вот тем не менее не выполненные заказы четко сигнализируют о том что промышленность не до загружена то есть экономика сша работает не в полную силу почему опять таки потому что у нас понижен спрос когда экономика работает в полную силу когда экономика расширяется невыполненные заказы должны расти потому что промышленность не поспевает да то есть промышленники не закладывают такое масштабное расширение экономики что они начинают не успевать выполнять заказы гражданского названа товары гражданского назначения его час устойчивый сигнал к тому что мы находимся в цикле кризис нам до такой который был после кризиса 2008 года кстати удивительно да что тут был пик и после этого пошел спад то есть это было фрс это называет кризис перепроизводства да то есть как когда экономика настолько то есть предприятие настолько загружены что они уже не могут скажем так выполнить а ну да и вот у нас был рост товарно-материальных запасов то есть вот кризис и есть перепроизводство то есть на наделали кучу товаров которые остались в запасах и вот они сейчас ну и на самом деле после этого да какие огромные запасы да у нас сейчас относительно там вот даже начала 90 до просто сумасшедший уровень запасов то есть вот на этих запасах и растет ввп то есть спрос в мире как мы видим до спрос в мире на самом деле остается очень вялый мультипликатор запасы к продажам это ноябрьский еще показатель он немного запаздывающий остаются ниже на начало года что уже неплохо да то есть все таки все таки у нас есть некие продажи но мы сейчас увидим что продаж на самом деле нету то есть розничная продажи остаются очень слабенькими в мультипликаторы запасы к продажам здесь имеется ввиду запасы совокупные не только товаров гражданского назначения но и военные товары энергетика и так далее то есть мы знаем что у нас сокращаются за запасы нефти и нефтепродуктов они сокращались в прошлом году поэтому это вот и могло повлиять на мультипликатор далее мичиганский институт сентимент вышли официальные данные практически без изменений предыдущих данных да то есть принципе ничего такого здесь на самом деле не происходит ожидаемая инфляция на следующий год в районе трех процентов что также хорошо что такое потребительские расходы да вот главный вопрос на сегодня если мы говорим о том что у нас нет спроса да то что же движет спросом да то что же движет что является триггером для потребительских расходов ошибочно полагать что триггером являются доходы потребителей конечно в глобально это так но не настолько сейчас статичны до эти доходы то есть я имею ввиду что они увеличиваются и и со и сокращаются примерно не волатильна да то есть получается что это статья доходы потребителей она можно ее назвать статичная потому что она не волатильна поэтому есть ряд других показателей которые на самом деле предопределяют расходы потребителей в первую очередь это ожидаемая инфляция и нас и потребительские настроения конечно же ну плюс плюс процентная ставка естественно то есть мы понимаем что если у нас процентная ставка на нуле то у потребителей не возникает соблазна вкладывать деньги там на депозиты покупать облигации то есть инвестировать эти деньги на потому что их не доходность даже вот если взять часто инфляция выше чем доходность да то есть получается что деньги теряют свою покупательскую способность со временем то есть нужно от них избавляться избавляться куда тратить тратить куда ну как мы видим недвижка на час у нас растет вот поэтому это основные показатели здесь их больше в модели да то есть на основании этого я и сделал скрутил скажем так синтетическую модель которая которую продлил методом экстраполяции и мы видим что как бы у нас здесь в моменте у нас сейчас есть такой вот еще не отыгран задер вверх да и потом снижение потребительских расходов вот опять-таки если говорить о том почему у нас потребительские доходы высоко а потребительских расходов нет да то есть вот данная за декабрь месяц как разная линия это потребительские доходы от года в году и синяя это потребительские расходы от кодом году так вот мы видим что на самом деле у потребителей гораздо больше денег чем годом ранее то есть у нас прямо колоссальный был рост тут в моменте там три триллиона было да вот в моменте выплат первого этапа выпада и мы знаем что в январе у нас будут подачи трампа по подачке трампа да то есть явно этот показатель тоже вырастет вот что самое интересное что я не устаю утверждать то что дело низкие расходы не потому что нет денег да а потому что у нас экономика остается частично закрытая то есть места точек продажи да они закрыты то есть кафе остаются закрыты только на вынос турагентства не продают путевки мол и периодически за закрывают на локдауна и так далее так далее то есть люди на мало того что и так напуганы и не из-то стараются не выходить там нового как какая-то часть данное население старается беречься и не выходить из дому попусту вот а поход в молка конечно же это риск заразиться поэтому дело не в доходах а дело именно в том что нигде деньги тратить поэтому как только все откроются деньги начнут тратиться и на мой взгляд спрос конечно же вырастет что по что подстегнет инфляцию спроса и возможно возможно вот эти ребята которые накачивают запасы сейчас возможно они правы и потом будет бум спроса и запасы на начнут снижаться что конечно будет сигналом потому что экономика начинает расширяться но и недельное данное да у нас верхняя картинка рынок труда количество новых заявок на пособие совет сокращается вторую неделю подряд в общем-то даже очень хорошо положительно да конечно мы на очень высоких уровнях даже выше чем это было весной летом прошлого года но тем не менее да у нас пошел спад и это уже положительно розничные продажи согласно ритбук на прошлой неделе выросли на 1 7 процента и на 3 9 процента выше прошлого года здесь стоит сказать что у нас конечно же эти показатели этот показатель в первую очередь ритбук с марта месяца начнет резко улучшаться почему потому что относительно прошлого года мы знаем что в прошлом году вот как раз таки март апрель май пришелся на первый самый жесткий локдаун в америке я имею ввиду они в мире поэтому конечно же у нас низкая база даст позволит этому показателю расти там темпами 10-14 процентов но это не означает что экономика расширяется это означает что низкая база вот на данный момент вот примерно показатели годового роста розничных продаж соответствует половине нормальных темпов ну там примерно темпы 5-6 процентов то есть вот в среднем примерно половину на половину спрос восстановился вот то о чем я и говорю да что как только у нас откроются мол и все эти деньги они начнут идти в расходы как только откроют границы и нашим и начнут продавать путевки люди изголодавшиеся по отдыху начнут резко ездить и наслаждаться расходами вот я думаю что это произойдет что касается денежного рынка денежный рынок сша на прошлой неделе немного изменился у нас структура счетов финансовой системе америки на основа выросли у нас снова вырос показатель м2 на 70 миллиардов по моему на 10 миллиардов извините и м1 сократился на 50 или 60 миллиардов что позволило одному из банковских мультипликаторов я обращаю внимание что я указываю один из банковских мультипликаторов по потому что пишут мне что то что ты говоришь м2 к м1 это не банковский мультипликатор но давайте начнем с того что банковский мультипликатор указывает на то на состояние ликвидности и на процессы кредитования то есть в м1 не сбережений поэтому мы сравниваем сбережения и базу пусть она и шире чем базовый в м1 это понятное дело но тем не менее м1 у нас выходит раз в неделю денежная база теперь выходит раз в месяц конечно и выгодней выгоднее для анализа смотреть именно этот мультипликатор потому что он самый быстрый вот поэтому я и говорю что один из банковских мультипликаторов а именно денежная масса м2 денежной базе м1 и еще одно база денежная база м0 не используется не всеми странами это раз а во вторых до 90-х и все использовали м1 поэтому тут вопрос не в том что на самом деле эти все агрегаты это все философские термины да то есть можно сразу сравнивать что угодно с чем угодно например я считаю что наилучший банковский мультипликатор для оценки это m3 то есть broad money к узким даде деньгам то есть к базе к м0 вот это будет более широкий показатель того что происходит с деньгами вот поэтому здесь один из да тем не менее мы видим что у нас отскочил показатель синяя линия да то есть ну понятное дело что рост м2 и снижением один привело к тому что пока что мультипликатор начал подрастать вторую неделю подряд делается попытка роста красная линия это это индекс доллара мы видим что в принципе у нас появилась поддержка для индекса доллара по индексу доллара кстати я вам дам в четверг выйдет мое видео ежемесячник с анализом валютного рынка и там мы подробно с вами это все разберем ну и обещанной мною крупный обещанной крупная картинка это баланс инвестиций сбережения синяя линия и черная линия обратная ставочка здесь интересный момент прослеживается что на самом деле на самом деле на мой взгляд низкая ставка это уже историческая вещь да то есть мы не увидим наверное высоких ставок больше никогда хотя ну может быть какой-то будет нереальный сдвиг как который все изменит да но этот сдвиг явно связан с войной потому что так просто ее никто не изменит потому что у кого ниже ставка у того по сути и преимущество да то есть можно так еще сказать им тем более учитывая что американцы у нас мировые гегемоны и они и они у них есть возможность проводить войну экономическим путем да то есть использовать не геополитику а геополитику экономику да то есть оказывать давление через санкции там и так далее так далее так далее и при этом получать выгоду за счет других стран поэтому вряд ли они будут повышать ставку сильно да и мы видим что с 84 года здесь черная линия ставка обратно то есть это рост ставок да то есть мы видим что у нас 80 через четвертого года жесткий тренд по по росту ставок который каждый каждый раз да вот каждый кризис перед каждым кризисом извините ставка у нас растет все меньше и меньше да то есть если здесь у нас рост был ставки там чуть там шесть процентов да потом пять процентов в 2000 это было там два с половиной три процента потом в нет извините это другая шкала это у нас баланс у нас вот было там в восемьдесят четвертом двенадцать процентов потом в девяностом десять потом в двухтысячном там где-то около 6 7 в нулевом да то есть ну в девятом у нас было пять и вот тут было там два с половиной три да то есть два с половиной по моему последний уровень ставок после ужесточения денежно-кредитной политики то есть и каждый раз все все меньше и меньше и при этом у нас здесь конечно волатильность показателя баланса инвестиций сбережения была высокой но это было за счет того что у нас сильно сильно просела ввп ввиду карантинов и локдаунов вот сильно это было сделано то есть на мой взгляд наоборот это ну во первых более острая да то есть это был всего лишь один квартал здесь более плавная то есть несколько кварталов год это это все длилось да то есть шип такой более более у-образные и образные да они они в образные вот на мой взгляд сейчас это на мой взгляд говорит о том что мы кажется с каждым кризисом менеджмента чиновники все более и более приспосаблются и появляются все более более совершенные современные методы управления кризисными явлениями вот на мой взгляд такой вывод можно сделать скорее всего эту картинку включу в свой ежемесячный кс анализом снг 500 и макроэкономическим анализом тоже планируется такой выпуск скорее всего он будет сразу после доллара то есть на через неделю он будет и таким образом я замкну цикл да то есть у меня будет нефть золото валюты да и доллар и макроэкономика с снг 500 ну и плюс еще я хочу сделать бонусный выпуск по российскому рынку ртс рубль это будет всего лишь так ну с этим мы закончили давайте вот такой небольшой итог блок с макроэкономика получился достаточно сумбурный как видите я сделал упор именно на потребительские доходы и расходы в нем почему потому что на мой взгляд стоит уже об этом думать мы уже прожили почти месяц до в новом году и стоит подумать на тема будет ли инфляция у нас на самом деле мы уже знаем да что у нас сразу все а почему об этом стоит думать потому что инфляция это в первую очередь вопрос к котировкам золото мы знаем что у нас реальная ставка пока что пока что плоская да но с ростом инфляции она будет снижаться в отрицательную зону конечно же снижение доходности реальной доходности активов с фиксированной доходностью приведет к тому что снова появится спрос на золото вот я думаю что в принципе это это окей то есть это ну наверное единственный из показателей который еще невозможно заложить рынком да потому что он достаточно неопределенный вот но также мы знаем что у нас пошел рост и продолжается рост сырьевых рынков да мы снова видели рост куку кукурузы зерновые не отступают от хаёв также как и металлы собственно не имеет ни энергетика да не отступает кроме газа вот поэтому на мой взгляд перспективы того что деньги накоплен до вопрос в том конечно насколько у нас вопрос о кредитовании я смотрел показатель конца на кредит да то есть под потребительское кредитование и смотрел показатель кредиты по кредитным карточкам эти показатели снижаются то есть люди наоборот отдают кредиты и это возможно даст тот стимул который будет для людей будет стимулировать народ к дополнительным расходам почему потому что низкая процентная ставка а мы знаем что реальная процентная ставка у нас отрицательная то есть людям выгодно брать деньги в штатах до брать деньги и отдавать их позже потому что покупательская способность в реальном выражении снижается доллара поэтому я думаю что люди непременно этим воспользуются то есть даже если мы говорим о том что те деньги которые были выданы они уже израсходованы то поверьте мне как когда все откроется и люди на начнут тратить деньги конечно люди будут брать кредит конечно же для того чтобы больше расходовать в момент не отрицательных реальных процентных ставок американцы не не глупая в плане финансовые люди потому мы знаем что половина из них участвуют на фондовом рынке поэтому конечно они более финансово грамотно чем отчимы снг да то есть страна чем на народ страны снг вот поэтому я думаю что спрос начнет оживать как только начнут снимать локдауны смягчать карантин и это ожидается уже весной процесс вакцинации идет конечно он идет со скрипом идут некоторые проблемы но позитив просачивается джонсон и джонсон сообщила своей вакцине что там фантастические результаты и так далее так далее то есть все больше фармкомпании занимаются разработка новых вакцин поэтому я думаю что надо наверно все так думают что все будет хорошо да то есть этот год будет не такой как прошлый ладно давайте перейдем к блоку с оценкой аппетита к риску и первая картинка у нас соотношение мель золота мы видим что показатель остановился в росте после такого неплохого оживления что ну как раз таки это и было сигналом к росту аппетита к риску при этом 10 лет очки у нас доход на 10 лет так было она тоже по пошла вслед за этим показателем пусть и запозданием но сейчас снизилась и стоит в боковичке я думаю что стоит ожидать продолжение этого банкета вот как это было условно в шестнадцатом семнадцатом года да вот я думаю что это стоит ожидать пока что рынке замерли до рынке замерли в ожидании что будет происходить мой индекс страха авторская модель голубой областью нанесен не выразитель ленда мнемся мы вдоль ноля причем динамика такая же как было в десятом но при этом действительно было более размашиста дата сейчас более все плотно более более плотное распределение сипа и смб 500 у нас сократилась на прошлой неделе особенно это касается пятницы там сразу более двух процентов было падение ну и сейчас мне кажется фарф формируется задел для для дальнейшего тренда к сожалению оценить его на данном этапе крайне сложно потому что у нас есть какая-то неординарная информация да и мы не понимаем что будет происходить дальше с социальными брокерами да какое к нибудь отношение будут ли применяться к ним какие-то санкции со стороны сек ну то есть будет ли к ним до дальше доверие да но тем не менее это продолжается и сейчас все больше и больше появляется там в твиттере разных сообщений что будет что будет пампится то есть опять таки целая стаи своры и да вот голодной толпы на набрасываются на эти бумаги и начинают это все пампить ну короче говоря все ситуация крайне неординарная да то есть мы не понимаем как будет реагировать правительство и чиновники которые регуляторы до этого всего дела поэтому стоит быть аккуратными однозначно если ли на были снижаться на давайте мы посмотрим это в блоке по рынкам я буду присматривать покупки снова по крайней мере в данной конъюнктуре я продолжаю верить в то что все будет хорошо в текущем году вот кстати еще один момент невероятных размеров дивергенция на этой картинке красная линия это динамика защитных активов на еще раз напомню золото франки и на десятилетки квартальная динамика от квартала квартала мы видим что от цены на защитные активы снижаются да то есть мы под нолем уже достаточно много времени но до критичных уровней мы еще не доходили до при этом у нас чистая спекулятивная позиция по данным классов активов находится на уровнях 2011 года после чего пошел большой большой риск он но перед риском перед этим было не был некий локальный рисков да то есть было были там боковички такие размашистые поясом и 500 ну вы это можете сами посмотреть это там июнь июнь октябрь 11 года вот уровне этих лет в шестнадцатом то тоже была за заминочка и пошел у нас риском то есть я думаю сейчас это 9 дивергенция в истории такого еще не было вот было похоже обратно динамика в восемнадцатом но такого точно но и и тогда так сильно не было то есть так или иначе оба показателя были ниже 0 то есть одновременно да если бы здесь бы к примеру позиция была бы высокая но при этом динамика защитных активов тоже была выше до 0 как было ну к примеру вот здесь да то в принципе это было бы нормально но сейчас колоссальная дивергенция то есть на падающих ценах защитных активов не распродаются эти активы спекулянтами а продолжают удерживаться но на мой взгляд это говорит о том что в моменте когда начнет расти аппетит к риску эти все деньги которые сейчас припаркованы в защитные активы начнут выходить и идти в рисковые активы то есть будет ускорение риску что касается премии за риск у нас тут плоская динамика единственное выделяется канада сильно и канада начинает опережать но по своим внутренним да вот пиком пунктирная красная канада круче всех растет почему канада ну возможно это связано с ценами на нефть да то есть может быть это благоприятствует и мы увидим кстати также что покупается канадец то есть ставки спекулянтов на канадца нарастают от недели к неделе в целом у нас кроме канадца отмерить больше здесь нечего все остальные показатели слабенькие слабее всех остается премия за риск в европе и японии в японии все ситуация также не стандартная пошли заявления банка японии о том что на больше нет смысла да вот проводить мягкую политику пока что это не расценивается как уже ужесточение кредитной политики также также мы также стоит обратить внимание что он упоминается что больше не будет выплат прямых в помощь от пострадавшим от к вида да то есть это тоже фактор такой но уже сказали что в этом не имеет смысла ну в общем то что то там происходит опять таки проанализировать и сказать в какую сторону будет меняться настроение крайне сложно потому что нужно для этого информация и наверняка будет несколько вариантов потенциальной развязки да там там 35 штук будет точно и какой из них отобрать тоже до вопрос поэтому это очень большая работа в которой я лично не вижу смысла ситуация с кривой доходностью именно в сша черная линия это средний спред между разными доходностями и мы видим что он пусть и медленно но продолжает нарастать вот что самое главное то есть в кривая доходности на начинает становиться более вогнутой что в принципе положительно для оценки аппетита к риску но при этом настроение спекулянтов негативные да то есть у нас когда у нас кривая начинала расти спец спекулянты радовались и ожидали дальнейший рост вогнутости кривой теперь у нас тенденция обратная вогнутость продолжается спекулянты пока относятся негативно к этому и ожидают что ничего хорошего дальше не будет ошибаются ли они или правы но на мой взгляд пока что я считаю что они ошибаются поскольку мы я считаю что этот год будет все равно положительными это что сейчас есть негатив наоборот на мой взгляд хорошо потому что люди начинают сомневаться в своих позициях и часто это говорит о развороте рынка и еще одна картинка она последняя в этом блоке предпоследняя в этом блоке она не стандартная те кто давно смотрит пока или не видели я раньше использовал это оценка ожиданий по уровню ставки в сша через фьючерс ную кривую фьючерсов на 30-дневной облигации на месячной облигации то есть на ставки денежного рынка этот спред обратный то есть декабрьская цена фьючерса минус мартовская цена фьючерса то есть мартовские декабрьские цены ниже чем мартовские цены то есть мы знаем что если цены на облигации ниже значит ставка выше то есть оценивает рынок что до конца года ставочка повысится это не говорит о том что закладывается рост ставки от фрс это говорит о том что рыночная ставка больше снижаться не будет по ожиданиям рынка то есть вот как как раз таки это и говорит о том что вот спред который мы рассматривали здесь и дальше будет расширяться вот пока это все скромненько да нету там резких но таких выносов но стоит последить возможно здесь будут кардинальные изменения и тогда можно сыграть на ставочка хотя тебе те я продолжаю держать ну и последняя картинка я ее приблизил чтобы была видна дивергенция это премия в пятилетних трижерис в доходности пятилетних трижерис и smb 500 красная вот обратите внимание что синяя линия да то есть инфляционная премия в пятилетних трижерис на прошлой неделе в пятницу в том числе продолжает расти и мы уже на уровне 2 и 2 процента по и по инфляционным ожиданиям то есть выше двух процентов о которых указывает нам в среднем показатель указывает нам фрс я думаю что этот показатель пока не вырастет до выше трех процентов говорить о том что фрс будет хоть ужесточать риторику еще рано принципе мы это и увидели да то есть на этой неделе было заседание фрс которая была совершенно с нейтральными речами да то есть все было по стандарту без никаких сюрпризов со стороны регулятора америки вот при этом в пятницу у нас резкое снижение smb 500 в разрез да то есть у нас по образовалась дивергенция на мой взгляд это результат вот именно реакции на происходящее на фондовом рынке америки и явно не макроэкономическая да вот история мы видим что так было осенью 2020 года было резкое снижение но и больше чем снизилась ожидаемая инфляция да и потом это все дело превратилось в продолжение обычного тренда на мой взгляд и сейчас такая же история вопрос в оценках до глубины глубины этого этой коррекции и и продолжительности да то есть мы должны понимать что мы работаем в двух плоскостях до время и цена поэтому надо понимать что коррекция тоже может быть да но она может быть боковая то есть мы будем двигаться не по оси цены а по оси времени вот в чем смысл ну да ладно давайте сейчас это последняя была картинка давайте сейчас небольшой итоги перейдем к блоку по рынкам небольшой итог а то что мы видим да есть некие заминки локальная в процессах роста объекта к риску но реакция рынков на происходящее в штатах на фондовом рынке америки пока нейтральная то есть на самом деле народ не шибко то и закладывает но какое-то усугубление да там некий сброс может и так далее есть реакция на фондовом рынке но на мой взгляд эта реакция пока не крупных институционалов да эта реакция ритейла скорее всего может быть но каких-то там региональных фондов которые не сильно крупные да то есть круг крупняк пока не выходит если мы увидим что выходит крупняк то мы увидим это на графике большими большими кровавыми свечами пока этого не происходит и те метрики которые я показал по оценке аппетита к риску они пока не указывают на некие стрессы то есть все спокойно дергаться я сейчас имею в виду дергаться в перепозиционирование длинных позиций длительных да то есть долгосрочных позиций пока не стоит то есть надо пока припеть и придержать лошадей да нервно да все дергается до хочется зафиксироваться особенно если уже в плюсе но я считаю что нужно пересидеть нужно подождать сейчас посмотрим мы на в блоке по рынкам посмотрим на теханализ по индексу smb 500 давайте начнем до главный главный блок моего видео это блок с оценкой рынков 1 1 5 500 мы видим что да есть стресс локальный да есть снижение но но мы выше 100 и ма на дневках то есть 100 экспанса экспанса экспоненциально сглаженная скользящая средняя пока что под ценой то есть цена на дней это говорит о том мы видим до что была поддержка здесь на после пробоя опыстили сверху и уже трижды тест был то есть это это крупный динамический уровень поддержки да здесь же у нас вот тоже на 3 600 вот какие-то лайки да вот есть и здесь же вот тест лайоха и в начало осени да то есть вот тестики были здесь то есть вот этот уровень зеркальный да уже его можно так обозвать в принципе он первая такая зона крупная да здесь у нас также сходится трендовой диагонали горизонтальный уровень и здесь же у нас и ма то есть уровень 3 600 на самом деле очень важный уровень если его проломят то вот тогда можно заговорить о закрытии длинных позиций открывать ли короткие но я не рекомендую никому открывать короткие почему потому что он продавать и фондовый индекс это работать против экономики то есть мы знаем что если открыть ввп да вот там за сто лет то он только растет угадать что сейчас будет падение но нереально то есть это просто везение поэтому я не советую продавать фондовые и индексы но советую покупать советую покупать коррекции пока оценить глубину коррекцию мы не можем коррекции да она может остановиться как здесь или если проломим мы 3 600 но тогда придется более плотнее поработать и подождать я не тороплюсь с этими сделками индекс доллара первая картинка это моя авторская модель публикуя в телеграм-канале кому интересно вы можете перейти кстати приглашаю свой телеграм-канал подписывайтесь там оперативная и своевременная информация вот показатель мой нанесен голубой областью он нас мы начали более агрессивно отскакивать от лаёв сформировали некое двойное дно в принципе мы видели да что у нас есть поддержка со стороны монетарной политики со стороны состояния баланса денежного рынка в сша также здесь есть поддержка вот откуп чистой спекулятивной позиции которая была медвежьей на уровне десятилетия на вот такая крупная была медвежья позиция она остается кстати очень низко то есть в принципе потенциал роста на закрытие коротких позиций спекулянтов очень хороший пока что на прошлой неделе закрытие коротких позиций чуть приостановилась но это даже и на руку мне кажется да то есть если будет развороту это будет резкое закрытие некая экспо экспонента вот что касается тех анализа по этому поводу у нас важный уровень 91 91 250 остается если мы его проходим то в принципе рост ну как минимум до 92 здесь мы встречаемся с ема 100 на дневках да что в принципе тоже важное значение такое ну и здесь же тест от предыдущих лаёв на но тоже такой такая важная зона в принципе здесь там но я думаю что куда-нибудь там выше 92 для начала вполне реально да то есть мы пока пока сложно говорить о длительном длительных перспективах долгосрочных перспективах доллара на мой взгляд он все-таки остается под катком монетарной политики о долларе мы подробно поговорим видео которое я планирую выпустить в четверг что касается валют любопытно да но вот к корзина валют за неделю как сильно отклонился к иена как сильно отклонилась и на здесь все пары перевернуты то здесь я на к доллару не долл они они долларки не то есть пара здесь косвенная а не прямая сейчас прямая она косвенно вот вы видите внимание как сильно отклонился как сильно отклонилась и на то есть и на сильно подешевела это реакция на риторику банка японии на мой взгляд от иены начали отстраняться почему потому что появились но появились новые риски новая неопределенность и вот эта история на мой взгляд также на руку к росту котировкам золото потому что у нас альтернатива это что это швейцарец альтернатива это десятилетки и альтернатива это золото мы знаем что десятилетки у нас снижаются да то есть рост доходности и в принципе доходность там отрицательная поэтому я думаю что рынок золото должен стать бенефициаром основным тем что у нас пошел отток вложений в активах выраженных в иенах возможно это такой вот стратегический маневр до банка японии для того чтобы удешевить да то есть понизить курс иены для того чтобы экономика оживилась возможно но посмотрим по крайней мере результат уже есть иена дешевеет при этом если говорить о чистое спекулятивной позиции то пока по я не распродажи нету то есть спекулянты но ее и не покупают да но тем не менее распродажи нету я думаю что иена возможно будет ей плохо дальше если доллар будет разворачиваться дата и она может попасть под каток что плохо для моих позиций а моих позиции я покажу и расскажу дальше дальше у нас франк франк позиция спекулятивная позиция по франку начинает расти результат ли это только из енда вряд ли да это мы просто вот такое такие ожидания что касается канадца да вот но на удивление чистая спекулятивная позиция по канадцу продолжает расти это говорит о том что делается ставка в первую очередь на на нефть и мне кажется что эта ставка на продолжение роста нефти также новозеландец как прекрасно он растет дальше это ставочка на это тоже чистая спекулятивная позиция на новозеландский доллар обратите внимание что рост продолжается и на самом деле вот если взять глобально не не вошло сюда чтобы не путать чтобы вас не путать мы приближаемся к уровню 2018 года после чего рынок разворачивался валютный рынок разворачивался возможно и сейчас ожидает его тоже самое ставка чистая спекулятивная по австралийцу тоже океане до обновила на прошлой неделе хаим сейчас снизилась я е на евро у нас без особых изменений на хаях лета двадцатого это примерно и хаим 18 и фунт до фон 3 резкое ухудшение настроений в принципе фунт у нас на находится в болоте я пока даже не хочу о нем не говорить по это все по валютам по валютам бы большой блок ждите в четверг золото по золоту кстати в четверг я выпускал свой еженемесячник по рынку золото видите сейчас вот ссылочку на своих экранах это ссылка на свеженькое видео с анализом рынка золота там я обозреваю рынок золота фундаментально долгосрочно и локально ну и техника само собой далее первая картинка локально что имеем чистая спекулятивная позиция синяя линия резко отскочила да вот от средней на мой взгляд это может быть кстати да вот ставка на на то что золото в момент неопределенности золото любит неопределенность в момент неопределенности который сейчас связан в первую очередь с американской истории да что золото имеет поддержку то есть это ставка на то что золото вырастет все-таки локально на пактоки фонды у нас ходе сократились относительно прошлой недели но у нас они остались выше 0 то есть объемы фондах продолжают увеличиваться учитывая что неделя была зеленая дату золото пыталась расти на мой взгляд это этапа потоки да то есть вложений в во взаимные фонды инвестирующие на рынке золота что касается фьючерсной кривой то на самом деле ничего хорошего да то есть для роста нету поэтому я и говорю что если рост и будет он будет локальный и это будет чисто вот на росте либо сессии серебра либо на росте рисков связанных с американской истории вот сезонно тоже у нас есть поддержка до начала марта то есть месяц еще можно в лангах посидеть подождать возможно все все-таки стрельне да то есть посидим посмотрим вот я думаю что золото все-таки является бычьим что касается серебра те же показатели сезонность также у нас до начала марта бычья обратный спред синяя линия здесь здесь он тоже синяя сиреневая это фронтальный фьючерс здесь обратите внимание что тоже уперлись в лаи при этом у нас вот рост но значительно больше и до чем рост золота на мой взгляд это дивергенция которая ну опять-таки играть эту историю в которой найти потом вот эти ажо робин гуды перекинулись на рынок серебра ну да может и нет смысл до туда лезть если это информация публичная вот вы представьте весь мир туда ломанулся сейчас много много но какой-то морган но 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 возьмете его обвалит часы и что то есть но зачем пускай они там играются мы понаблюдаем потешимся вот ну что касается серебра дате этих анализ по золоту я показал вам в ежемесячном видео посмотрите пожалуйста кому интересно далее что касается серебра да у нас вот ну после пробоя 28 наметится восходящий канал ну уровне будут 30 да то есть да вот если мы пробьем тридцатку вот это будет история то здесь уже там выше там 30 минут там 40 до примерно будет примерно можно оценивать потенциал роста вот тогда можно о чем-то говорить пока что мы не более чем пилили сотку да вот на дневках ей мосту вот мы ее попилили а это ем от при 52 это это даже это даже не сотка это квартальная да по сути средний вот поэтому ничего здесь такого внятного нету или все в серебро я сейчас не советую точно что касается меди медь под задолбала но я в ней продолжаю сидеть в резкий рост почему-то не знаю чем это обосновано но вот сумасшедший рост фронтального спреда вот почему он такой но так так бывает да вот так бывает и так произошло на этот раз это конечно на мой взгляд это не связано с тем что растет фронтами фьючерс потому что объемы на самом деле выросли как как раз таки в апреле в майском фьюче то есть на мой взгляд это вот возможно продажи майского фьюча превалируют да и он ну понятное дело что снижение майского при привело к росту спреда да то есть тот снизился этот там условно на месте и и спред разошелся то есть я думаю что это с этим связано они с роста но мы мы видели что не было такого сильного роста фьючерса то есть значит это означает что делал дело происходит не во фронтальном фьючерсе а дело происходит именно во второй на ноги спреда да именно в майском фьючерсе а там пошел рост открытого интереса то есть получается что заходят в рынок и заходят в шорт там то есть я оцениваю это таким образом при этом у нас до середины февраля есть медвежья история посмотрим что будет с ней я не успел выскочить но при возможности буду закрываться мы немножко потом у нас со средины февраля вот до середины марта есть цикл роста но потом идет глобальное снижение это снижение уже по-настоящему сезонная полномасштабная так далее так далее вот поэтому я чувствую что в меди я надолго буду с небо бодаться дальше бодаться дальше почему я в меди надолго да потому что в к в контрактах позиция чистая спекулятивная позиция в контрактах остается на исторических максимумах и мы на прошлой неделе даже немножко подросли еще то же самое и относительно открытого интереса это же позиция да но мы на уровнях там 2004 года то есть 16 лет 17 уже почти да то есть позиция медь очень перекуплено я считаю что она снизится снизится ли она до середины февраля или уже в марте но я закладываю март-апрель поэтому буду я наверное надолго в меди и будем мы с ней дружить что касается локального да я хотел закрыть на 35 но так было быстро но я хотел половину за закрывать или треть здесь да ну что-то да зафиксировать потому что уровень был крупный да здесь было много касаний проторговок всяких плюс здесь у нас нижняя граница диагонали проходила то есть было все важно я не успел потому что это было все в-образно и я был в отъезде приехал а рынок уже бог знает где ну нет так нет подумал я буду сидеть дальше вот локально локально в этой да в волне снижения возможно еще касание вот 343 дату с нижней границы вот нисходящего фрактального канала да это может произойти но здесь здесь конечно я закрою половину почему потому что у меня у меня цели вообще были на 332 то есть значит на 343 можно открыть половину смело даже я думаю может две трети крыльт даже вот 332 это хаи 2018 года то есть я буду ждать нефть так по нефти давайте еще раз на прошлой неделе да я выпускал видео тоже ежемесячник с оценкой рынка нефти с фундаментальными оценками рынка нефти вот ссылочка переходите смотрите здесь будет коротко так ситуация мой скоринг до показывает на следующую неделю бычий рынок то есть скольник мой обосновался сверху и это офигеть да то есть в принципе так было так было только летом ну при этом у скоринг не отыгрывается сейчас да мы видим вот вторую неделю подряд она тут нет на прошлой то неделе у нас был рост был он в бычьей зоне уже но при этом цена не выросла ситуация с балансом в америке баланс не в суточный баланс гистограмма мы мы видим что огромный огромный дисбаланс огромные дефицит рынка связан он именно с внешним сектором почему потому что чистый импорт сильно упал и на самом деле чистый импорт как доля в нефтепереработки на исторических минимумах уже длительное время то есть весь год в районе десяти процентов чем связано связано с экспортом в китай китай спасает внутренний рынок америке выкачивая из него излишки ну вот на этом фоне у нас и дефицит рынка в принципе что мы наблюдаем на этом фоне дефицит рынка отпечатывается на метриках финансового рынка бирюзовая область это запасы в кушинг после рискового падения недели ранее на прошлой неделе мы оставались плоскими у нас кривая фьючерсная кривая временная премия то вот рыжая линия ушла в ушла в бэквардацию и там уже находится по всей длине фьючерсной кривой то есть полностью вся кривая уже в бэквардации что говорит о дефиците наличного рынка также дефиците мы сейчас глянем фронтальный спред красненькая здесь выше 0 то есть у нас и бэквардация на ближних контрактах тоже присутствует пока что нету сигнала со стороны базиса который белой гистограммой он ниже на ноля ну и достаточно глубоко да то есть рынок не поджимается как только рынок будет поджиматься ближе к нулю там верхней сверху снизу то это критическая ситуация дефицита рынка пока этого нету фронтальные спреды обратите внимание синие сверху это light снизу это бренд оба оба рынка была бренд айлайта по фронтальным спредом выше 0 то есть рынок бычий полностью уже стал рынок бычий и даже вся коррекция которую мы наблюдаем третью неделю она сопровождается пусть и пилой такой да но ростом ростом фронтального спреда вот бычий рынок что касается ставок да то есть в отчетах соц спредер и согласно что там соц спредер и покупают спред то есть продолжают его покупать при этом light купили резко если верить фрактальной геометрии мандельброда да тут можно провести параллель и ставка на рост спреда будет продолжаться дальше что конечно будет поддерживать фронтальный спред и не даст ему пасть тоже и рост идет и по бренду да то есть по спреду в бренде то есть о чем это все говорит о том что народ уверовал в рост рынка и мало того что он уверил он еще и предпринимает действия для этого что касается локального момента структура фьючерсных позиций открытого интереса на фьючерсных позициях сэмье это WTI фронтальный фьючерс мартовский с экспирацией в феврале сильно перекуплен относительно остальных фьючерсов с учетом того что у нас остальные фьючи ниже 0 да то есть вернее дешевле чем фронтальный фьючерс это говорит о том что огромная ставка на рост мартовского фьюча на мой взгляд это говорит о том что до середины февраля рост не начнется то есть я думаю что эту хрень нужно с сдуть это пузырь на фронтальном фьючерс его надо сдувать и я думаю что пока нерв стрессут его то есть на мой взгляд это будет боковик возможно там с перелаями там да но сейчас мы посмотрим на технику как это может все происходить то есть я думаю что закладываться на лонг до в ближайшие пару недель пока еще рано надо следить далее чистая спекулятивная позиция зеленая линия по нефти по фьючерсам на нефти нефтепродукты ну пилим также сама как и цена в боковике так далее у нас опционы удивительно но ставка увеличивается на шорт то есть путов на 20 процентов больше при этом объемы да вот пятницы почти в два раза поток превышает особенно с 50 страйк резко вырос спрос на 50 страйк то есть я думаю что вот цена примерно будет находиться где-то плюс-минус к середине месяца в районе 50 по wti эта техника по бренду причем это севди да то есть это условный спорт обратите внимание какой приколем вода какая здесь боковичок мы такое уже переживали с вами да я думаю что цена ниже 52 не опустится то есть вот у нас здесь тест верхней границы его возможно тест квартальной средней здесь у нас там 23 процента по по фиба даст минимумов ну возможно возможно да то есть при какие при каком-то негативе ну 48 на то здесь уже хаи лето начинаются и трендовая диагональ до проходит то есть но это максимум что может быть но опять-таки ниже 52 я почему-то думаю что мы не будем но вот что-то мне кажется что в нее мы стукнемся это с нее мы стукнемся и отскочим как это примерно было но на более старшим таймфрейме да это вот было август ноябрь то есть вот примерно мне кажется такой же сейчас рисуется но на младшем таймфрейме то есть цикл повторяется нам на младшем таймфрейме так давайте газ газ у нас запасы газа остаются в обычной динамике все предсказуемо все идет если говорить о запасах о цикле который нам транслирует минэнерго то да мы пришли к нулевой отметке то есть у запасы газа на уровне прошлого года то есть они сокращаются и мы видим да что цикличность кроме 2018 у нас следующий ну понятно что она другая обратная да то есть у нас идет снижение запасов рост рост котировок газа снижение запрос запасов снижение котировок газа и так далее то есть и сейчас мы находимся в этом же цикле то есть снижаясь по запасам это прогнозируется минэнерго котировки должны получить поддержку но вот локальная пока в нее не верю базис базис у нас на прошлой неделе сократился при этом мы выше 0 но динамика базиса не говорит о дне рынка да то есть надо чтобы он был повыше опять таки если были снижение газа и базис подрастет это будет сигнал покупкам пока что я не хочу покупать почему потому что сезонность медвежья фронтальный спред под нолем то есть ничего хорошего здесь нету соты у нас таки не снизились как я хотел до уровня 18 года в принципе чистая спеквативная позиция красная линия не говорит о том что рынок будет продолжать расти да то есть он остается локально перекуплен и его надо еще раз растрясти вот эту идею я и хочу проработать то есть мы либо локально да то есть у нас здесь неопределенность если мы мы выходим выше там трешки это мы идем то есть вернее 2 и 8 мы идем трешки если мы выходим ниже там 245 мы идем ниже к 222 25 то есть в принципе я ожидаю что мы будем двигать двигаться вниз пробиваться и будем двигаться к двум но проторговать это я не хочу потому что я не уверен в этом вот когда сформируется здесь у меня идея вот тогда я начну ее проторговывать пока пока это все наметки зерновые я закрыл и слава богу теперь у нас причем дважды уже это у нас фронтальные фронтальные спреды по верхняя кукуруза нижняя пшеница по кукурузе снова идет рост переписали хаи и фронтальный спред синхронно растет то есть в принципе шортить пока рано еще раз я хочу это сделать далее у нас пшеничка да тоже выше ноля тоже в принципе шортить рано дела обстоят с чистой спекулятивной позиции у спекулянтов по кукурузе хай остается длинная позиция остается на уровне там пяти семи лет то есть что очень важно то есть рынок остается перекуплен то есть шорт не отменяется надо просто прицелиться хорошенько по пшенице тоже спекулятивная позиция остается достаточно высоко но мы не доходили до уровней блин у меня сбилась почему-то шкала и что я не делал ничего не получается нужно переделывать картинку это уровне восемнадцатого года вот это вот поэтому я пока не хочу тоже лезть в шорт пози по пшенице но прицелиться стоит еще раз далее сезонность у нас до середины февраля вот конец февраля у нас плоская она такая плоскорастущая да то есть поэтому я думаю что недельку еще можно подождать по прицеливаться но если кукуруза стукнется куда-нибудь 580 да вот сюда в верхнюю границу мы запустились по фрактальному каналу и на 580 можно пробовать еще раз шортей более масштабно у нас уже есть дивергенция причем последний раз мы на этих уровнях были в 2010 по осциллятору на дневках вот я считаю что кукуруза перекуплена остается ее можно снова пытаться зашортить хочу от 580 либо же через неделю новый анализ там будет понятней все на этом все большой анализ получился домой на затянулось видео ну ничего я надеюсь что будет полезно давайте блок по итогам и мои сделки и так блок с итогами что мы имеем текущая ситуация с в америке с фондовым рынком пока не вызвало волну продажи риска то что мы увидели снижение 7500 это пока что все 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 локальненько скромненько мы видели там точку на 3600 там где если мы провалим то там будет беда пока что выше этой точки мы переживать долгосрочной перспективы не должны будет ли рост с текущих надо будет присматриваться дан что касается показателей макроэкономических ситуации я остается ну как мы видели да что она плохая да тут у нас накапливаются за запасы локальная коррекция там небольшая где в декабре пока ничего не значит мы точно знаем что в январе будет хуже поэтому я думаю что я говорю этот показатель вырастет ожидания остаются плохими продажи остаются ниже средних небольшие улучшения на рынке труда но они тоже не совсем прям радужная до того 850 тысяч новых заявок на пособия как бы это нехорошо как ты не крути что касается рынков мы наблюдаем небольшой стресс кроме нефти я думаю что в нефти закладывается история по поводу саудитов 3 февраля заседания опек плюс на котором скорее всего я думаю что добыча будет повышена на 500 тысяч баррелей в сутки как но по плану январь пропустили феврале примут но саудиты приняли добровольное сокращение на 1 миллион то есть выпадет всего 500 тысяч я думаю что это не те цифры которые придавят рынок да возможно это будет локальный какой-то шок да и в принципе на этом стоит на наверное закрыть короткие позиции если он будет за открывать ли длинные но надо будет смотреть по тех анализу вот давайте теперь что я что я держу до моей позиции мои позиции следующие я достаточно много по закрывал слава богу я папа выскакивал зерновых у меня болтается куча куча целая вот целая целый портфель болтается кроссов пока что по ним ну вот такая вот история ну примерно в на летом да сейчас я по ним но хочу по ним конечно заработать я не хочу в 0 я же не для этого это все делаю правильно у меня висят две тирки ю ю пи это лонг доллара и тебе те это шорт трежерий они ну в среднем они сейчас а обе в плюсе должно в маленьком конечно так у меня понеслась по опционам это у нас японец я раскрывал этот спред у меня был я брал на укрепление японца это было еще до этих всех заявлений как бы это был защитная типа позиция была но банк японии сломал все кстати да вот на самом деле банк японии вовремя это все сказал да в момент когда нарастает риск и есть понимание что будет спрос на защитные активы банки японии именно в это время вкинул свою риторику которая и по и заставила ену снизиться то есть пошел отток от нее то есть на мой взгляд это возможно возможно это не без каких-то стратегических маневров да вот этих всех чиновничьих так у меня медяха висит 2 2 спреда да у меня сюда не кстати у меня в плюсе я бы хотел бы закрыть конечно но это очень мало я хочу больше потому что у нас у меня уже накопилось там очень много убытков я хочу очень много по этим по этим позициям поэтому размениваться я не буду я буду дальше держать эти сделки но опять-таки оговоренный уровне до будем 35 я что-то до закрою точно будем там пониже еще за заказа крой больше то есть я буду следить за этим всем делом далее у меня висит что у нас тут золото висит 4 спреда у меня висит пока по ним убыток далее висят убыточные это фунт евро фон тоже я раскрывал спред у меня был фунт я раскрыл то ну тут убыток был тут убыток меньше чем 660 долларов так по и по евро тоже убыток далее это это наверное нефть да это две нефти но это медвежьи путы медвежью это это ошибка это сбой в воскресный сбой твс как обычно это происходит то есть у меня там плюсовая до получено нефть я думаю что если вот будет но какой-то сквизок вниз я закрою но я это шорт канадца вот еще у меня висит так это и все мои позиции не ошибка да я тут особо загружены я много по закрывал зерновые там ну куча всего мне было на самом деле закрыта по валютам я по закрывал на сквизе евро австралийца евро у меня было предыдущие страйки предыдущая серия была я уже беру мартовскую сейчас на опционах а была февральская серия она вся закрыта у меня было по по ней было и канадец был евро и австралиец и японец и фунт то есть это все по закрывал вот что касается того что я ожидаю и чтобы я хотел точно точно я хочу шортить еще раз зерновые но видимо не сейчас посмотрю по технике как будет себя вести кукуруза пшеница возможно через недельку я это все дело возобновлю что еще я хотел бы сделать по нефтянке как бы шорт становиться мне сейчас не хочется мне кажется что на шорт ничего нету хотя мне хочется это сделать понятное дело потому что рынок перекуплен ты смотришь а он бог знает где вообще но на и на самом деле коррекции внятно еще не было поэтому этак но конечно манит манит шортануть но с точки зрения оценки я не вижу ни одной причины чтобы шортнуть ну может она есть конечно одна или две но основная то масса причин за лонг поэтому я продолжаю держать шорт но когда но как только будет возможность я зафиксирую эти прибыли и там скорее всего я буду переворачиваться в лонг на вма в момент закрытия позиции медь по медяхи я хочу прямо валится но опять-таки не стекущих если будет перехай куда-нибудь район 38 39 вот там я уже буду по серьезному вставать в позиции хотелось бы еще добавить базовых валют меня вот опционами чего-чего а я их еще не не добрал то есть я только начал это делать и вот сейчас опять-таки я вижу что у доллара появился шанс развернуться это кстати вот может придавить товары но не нефть потому что в нефти у нас действует а п плюс который ломает все межиночные связи вот поэтому с нефтью аккуратнее вот иметь неплохо да еще раз но как бы я так в ней если я отыграюсь в этой серии то в принципе будет все окей далее вот валюты до валюты по валютам пожалуй стоит присмотреться да вот базовые валюты шартануть вот у меня австралийца сейчас нету я закрыл предыдущую серию то есть если будут коррекции то я в принципе по валютам наращу позиции вот так вот ну и глобально я присматриваюсь к покупкам секторальных и тф я хочу по я хочу купить и тф кума недвижку я хочу купить это я факт на здравоохранение посмотрю может быть энергетику прикупить да в принципе у меня была идея банки еще взять и у меня идея была взять и без не висит а деби си это товарный товар на и тф к на широкую линейку товаров вот ну в общем то это и все я анонсирую завтра я постараюсь первую трансляцию сделать на ютубе и как у меня то все получится вместо в вместо видео во вторник до будет теперь трансляция онлайн в понедельник утром да то есть ну утром как утром наверное там часов там в одиннадцать в двенадцать по москве это будет все делаться ну конечно будет видеозапись соответственно поэтому кто кому неудобно утром по москве тот сможет посмотреть в удобное для себя время видеозапись всех практикующих трейдеров на 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 напоследок всех практикующих трейдеров приглашаю свой канал познавательная там вы найдете много прикладной информации которую вы можете использовать там оценка риска финансовая математика об опционах есть есть кстати оценка рынка нефти полюбопытствуйте то есть там есть все для того чтобы успешно торговать в принципе всем спасибо за внимание всем спасибо за вовлеченность за поддержку моего канала все вместе мы конечно его быстро раскрутим всем спасибо за внимание до встречи на рынках всем пока спасибо за внимание Продолжение следует...